Коллеги, как меня слышно? Поставьте плюсики в чате. Супер, отлично. Еще раз хочу поблагодарить уважаемому Негору за предоставленную возможность поучаствовать в спецпроекте по Узбекистану. Меня зовут Ангел Ири, и я представляю компанию «Аэротур» и генагент узбекских авиалиний и многопрофильного туроператора. И сегодня мы совместно с Него и коллеги вам расскажем, что такое Узбекистан, его особенности, туристический потенциал данной республики, потому что на самом деле я убеждаюсь каждым разом, что альтернативу Узбекистану как туристическому направлению найти очень трудно. И позвольте, я начну свою презентацию с небольшого видео о стране. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Так, я надеюсь, всем видно. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, спустя, обидно. Ну, на самом деле, вы можете посмотреть это видео как на канале Мнистерскую туризму, так и на нашем канале «Aeroport Travel», Это, конечно, обширно, как многие видеоблогеры, а вот такие видео о странах мы не планируем, поэтому вы можете посмотреть в наших группах, опять-таки и в каналах. Так, для презентации я выложу все на самом деле контакты, ссылочки, поэтому коллеги, те, кого не проигрывают, я вам все это скину, вы сможете посмотреть. Не устаю смотреть на самом телевизорном видео, мы уже, ну, где я, в принципе, уже презентую, там, отравлю меня в этом году, вот, и каждый раз смотрю и выходит на прекрасные места. А ташкин, табухарю, а киуда шахистата, в Уббекистан, на самом деле футболист. Супер! Супер! Итак, коллеги, продолжим. На самом деле Узбекистан – это действительно уникальная страна с обширным туристическим потенциалом, и борясь с какими-то предупреждениями, вводя данное туристическое направление на рынок, конечно, мы прошли очень много трудных шагов. Вот. И первое, о чем я хочу, конечно, сказать, о том, что, несмотря на какие-то предупреждения, туристический сезон в Узбекистане, он не короткий. Туристический сезон в Узбекистане длится с сентября по июнь, захватывая даже зиму. Вот. Все экскурсионные программы мы строим на трех-четырех городах, которые наиболее популярны. Вот. В качестве туризма и первый город – это столица республики – Ташкент. Вот. Что я могу сказать об этом городе? Он прекрасен. Несмотря на то, что в 66-м году, к сожалению, столицу республики потрясло землетрясение, да, и город был практически разрушен, но мы силами союзных республик еще в то время его отстроили. И, несмотря на колоссальное разрушение, там остались исторические места, остались достопримечательности, которые мы рекомендуем к рассмотру. Да. Наибольшей популярностью пользуются и тело «Ебашня», где расположен замечательный ресторан, вот, где готовят практически все виды, наверное, плова. Вот. Уникальные объекты площадь независимости, да, гостиница «Узбекистон», памятник Амир Тимуру, дворец Николая II – все это расположено в Ташкенте. И у туристы, заканчивая маршрут в данном городе, возят оттуда просто колоссальные эмоции. Сейчас Ташкент представляет собой современный мегаполис. Так, возьму секундочку. Почему-то. Откуда это включилось в трое видео? Вот. На данный момент Ташкент действительно представляет собой современный мегаполис. Вот. С этими вытекающими отсюда отброшенными последствиями, да. В столице открыты бутики, рестораны, сетевые кафе. Город утопает зеленью, куча бизнес-центров. Опять-таки, вот в данном городе слито то, что невозможно проследить не во всех городах, во всех столицах разных стран. Нету нагромождения таких, знаете, действительно крупных бизнес-центров, стеклопакетов. Это все эргономично связано с зеленью, с парками, с туристическими улицами и центрами. Поэтому столица действительно Ташкент, да, это туристическая столица страны СНГР. Я бы сказал так. Один из наиболее популярных памятников – это книга памяти. Он расположен рядом с памятником скорбящей матери и представляет собой комплекс из золотых страниц книги, стилизованных, куда вписаны имена и фамилии тех солдатов из Узбекистана, кто сложил свои головы на полях брани во времена Второй мировой войны. И сейчас я еще хочу запустить второе видео и показать Ташкент уже с высоты птичьего полета. Спасибо технической поддержке. Они вроде выложили вторую ссылочку на лицу. У кого не играет, приходится. Очень много действительно зелья в городе очень понравилось. Старюсь в парках, а там, где приходит молодежь, там появятся как раз фестивали, да, и современные, в частности, статисты музыки, да, очень много диджеев перетеряют из Евроса. Вот, на музыкальных фестивалях, светом музыкальных фестивалях также проводятся в Ташкенте. В принципе, Ташкент и сама Узбекистана на данный момент является абонентом для бизнеса. Вот, поскольку очень много выставок проводится, в частности, туристическом, да, которое будет в ревре этого года. Вот, сам уже был к плечу в этом году второй раз. Очень хорошее качество организации и очень много партнеров мы находим по туристическому бизнесу. Денис, welcome! Я буду рад видеть вас в нашем аккаунтуре. С наября также будет рекламный путь. Яркий, сочный город, и днём, и ночью, не знаю, как тебе говорят, все чё-то партнеры, на самом деле, и очень красиво. Безопасно, весело, не знаю, просто супер. Вкусное видео, чтобы покушать. Не знаю, нет, я носоват, просто после видео мы все тогда сбежим. Вот, с вебинара, чтобы быстренько что-то перекусить. Итак, ну, отошкните много, на самом деле, можно продолжать разговаривать, но я хочу переключиться на второй уникальный город, вот, и углубиться немного в историю. Самарканд. Самарканд – это уникальный такой притяжатель для туризма. Город с уникальной историей, более 2750 лет. Здесь в своё время творил великий учёный Авицено, да, здесь построена обсерватория Улукбека, одна из первых обсерваторий звёздных. В своё время здесь искали кони Александра Македонского, да, воинов. Город, который несёт культурно-историческое наследие из века в век, и он действительно популярный у туристов со всего мира. Забегая, я вам скажу, что сейчас в Узбекистане превалирует, наверное, 80% европейского рынка, да, по мнению с российским. Поэтому пока там нет наплыва из стран Китая, вот, из Китая туристов, но я надеюсь, что и там мы, конечно, будем первыми. Вот, Самарканд известен своими действительно колоссальными видами. И площадь Трагестан, и первой самой крупной мечетью собора своего времени – это Бибихану. И, как я говорил, обсерватория Улукбека, да, здесь Узбекистан представлен собой в Самарканде перекрёстком культуры, потому что только в Самарканде находится самый знаменитый Сиапский базар, который стоит до сих пор на том же месте со времён Великого Шёлкового Пути, когда проходили караваны, да, и именно Самарканд, да, они уже расходились по всей Европе, уходили в Турцию и в разные страны. Самарканд, да, действительно, это жемчужина Востока, это уникальный город, и своим комплексом Нозалеев, да, оттуда вывозят уникальные фотографии, поэтому Самарканд входит в этот центр всех культурно-исторических программ, которые представлены в линейке туристического продукта по Узбекистану. Как я и говорил, вот на слайде вы видите, это мечеть Бибихану. Вот, самая крупная соборная мечеть своего времени, построенная в честь жены Амиры Тимура, ну, историческую подоплёку вам расскажут на месте, я не буду углубляться совсем в историю. В свою очередь я хочу заметить, что Самарканд на моём, да, на моём опыте и оставил для меня колоссальные впечатления от своего вечернего, как сказать, вида, потому что шикарная, уникальная подсветка всех исторических объектов, как мы видим на фотографии, просто каждый город играет по-своему, да, и если днём в рамках туризма мы проходим с группами, фотографируем, бываем внутри, то всем туристам, я всегда всем посещаю в Узбекистан, я рекомендую ходить вечером. А оставляйте всю усталость на потом, да, мы отдохнём уже, приехав в свои родные города, мы берём фотоаппарат, выходим вечером, это безопасно, забегая вперёд, я вам скажу, что это безопасно на все 100%, вот, на всей территории страны, и это очень круто, просто вечером, говорю, вы оказываетесь совершенно в другом мире, и те места, которые вы смотрели днём, для вас, они будут абсолютно новыми, да, вот в вечерних сумерках, даже, может быть, ночью. Как я и говорил, Сиабский базар – это один из самых крупнейших и старейших базаров в Узбекистане, стоит он действительно там же, где и проходил Великий Шёлковый Путь. И всем туристам, да, всем знакомым, друзьям, коллегам, я всегда рекомендую только на этом базаре, несмотря на то, что и в Бухаре, и в Хиве, естественно, в Ташкигенте вы посетите базар, да, вы можете накупить и сувениры, и фрукты увезти, всё-всё-всё, да, рампортные сувенирки, но я советую вам покупать все сувенирские сувенирки. Там очень круто торговаться, да, если страны, и страны, не знаю, там, Турции, тем самым Стамбульским базаром ещё где-то, уже не сохранилась та культура торговли и та культура такого, знаете, общения именно с покупателем, какая присутствует на данный момент в Узбекистане. Вот, там можно прийти с пустыми руками и уйти нагруженным, я не знаю, прекрасным менталём струкли, который я очень тоже люблю и рекомендую всему возить. Колоссальные виды, колоссальное количество видов орешков, не знаю, сухофруктов, знаменитого, кстати, вина, вот, потому что в Самарганде стоит и работает. Завод Хавренко, кстати. Всем рекомендую, опять-таки, к посещению, да. Не многие знают, что в Узбекистане развита культура виноделия, вот, и прекрасные вина и коньяки присутствуют там, как и в Самарганде, да, на заводе Хавренко, как и в Ташкенте, есть завод Ташвино. Вот, вкусы разные, на вкусах все, как говорится, товарища нет, поэтому пробуйте, увозите, но, опять-таки, по, отключилась моя презентация, вот, одну секундочку. Так, вернусь. По, как сказать, вину, да, и коньяку, там есть что пробовать, есть что увозить. Вот, очень-очень даже. Рустам, я подтверждаю. Сколько вина можно увозить? Смотрите, норма провоза алкоголя, она не отличается на Узбекистских авиалиниях, ну, и, в смысле, на авиалиниях от международных стандартов. Если я не ошибаюсь, то в рамках Дистифри можно провозить литр крепкого и... Нет, вру, 2 литра крепкого и 4 литра некрепкого. Но, честно, в багаже последний раз я увез 6 бутылок пина. Вот, когда меня остановили в полку, я сказал, что 2 из них, это, по-моему, для души, он не алкоголь и меня пропустили. Вот, но не всем я советую там рисковать, поэтому 4 бутылки пина, в принципе, привозят в багаже без каких-либо проблем. Вот, следующий город, о котором я хотел рассказать, это Ухара. Но перед тем, как рассказать, я хочу ее вам показать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот такую шикарную полку, я не знаю, сколько здесь, более, наверное, сотни ножей, туристы разобрали, наверное, минут 30, пока я разговаривала с местным как раз кузнецом, и можно сказать, что мне не досталось. Ну, на второй день я, собственно, все равно себе его приобрел. Вот. Поэтому Бухара, опять-таки, входя в культурно-исторический программ, да, в наши гарантированные туры, вот, поражает воображение туристов. Следующий город, к сожалению, видео у меня закончились, поэтому буду вам вещать вербально на словах. Следующий город, который я могу сказать, это Хилан. Этот город никогда не входил в сборные гарантированные туры. Вот, мы всегда показывали Бухару, Самаркан, Ташкент в рамках 60-дневных гарантов, но в этом году я могу похвастать, что мы поставили три гаранта, которые включают в себя данный город. То есть мы убрали Ташкент, и мы показываем, мы погружаем полностью вас в историю Узбекистана. Хива – уникальный город, это город-крепость, в котором живут местные жители. Это колодец с богодатной водой. Абсолютно весь город представлен себе, знаете, такой в желтом цвете, желтый кирпич, такие вот оранжевые минореты. И, вы знаете, я, наверное, даже сейчас не с чем сравнить, чтобы вы имели какое-то представление, его надо посетить. Потому что, опять-таки, да, город с практически трехтысячелетней историей, и в нем живут местные жители, в нем практически остаются какие-то современные, такие вот, знаете, бросающиеся на взгляд, ну, как мы привыкли, да, там, не знаю, провода, столбы, там, освещение и все прочее. И вы посещаете его, вы попадаете в восточную сказку, из которой очень трудно потом уйти, да, грубо говоря, морально, потому что вы все равно возвращаетесь туда своими флип-памятью и эмоциями впечатлениями. Вот, и такую магию мы, опять-таки, в этом году поставили сборным гарантом. Я чуть-чуть попозже вам скажу о наших турах, вот, потому что моя задача рассказать сегодня вам больше всего об Узбекистане. Вот, но, опять-таки, да, что такое Узбекистан? Это не только города и дороги, это не только великий ушелковый путь, это и уникальная природа. Только в Узбекистане, да, находится всеми известной пустыней Кызылкум. Это одна из крупнейших пустынь, вот, ни разу богатой флорой и фауной. Пустыни – это не только пески, да, это и уникальные животные, то есть от ящерей с варанов, да, до пустынных антиломжей сахов, вот, которые, на самом деле, чувствуют себя настолько привольно, что, посещая этот город на автобусе, да, они просто перебегают вам дорогу, то есть можно сделать уникальные кадры. Вот, наряду с пустыней уникальная, есть уникальная местность, это озеро Айдар-Куль. Это прекрасно, это такая голубая лагуна, да, которую можно заметить на развитии на Ракате, она очень прекрасные виды, и пользуется данная местность популярностью у людей, которые занимаются аюрвердой, которые занимаются йогой. Рядом с озером расположено несколько юртовых лагерей, которые мы, собственно, тоже, да, презентуем нашим туристам, они туда уезжают на несколько дней, и проводят это время наедине с природой, потому что данные места действительно, знаете, сидят просто на песчаном бархане, и когда перед тобой простирается широкая водная гладь, он застает, не хочется даже говорить в этот момент, не то, что говорить, дышать, вот, прекращаешь. Рядом же, да, в локации расположена уникальная галерея под открытым небом, как я ее называю, это ущелье Сармыш. Она уникальна тем, что на скалах присутствуют, на скале рисунки времен неолит. Вот, и уникальность этого места, то, что его можно посетить, и там ничего не огорожено. В большинстве своем все объекты достопримечательностей, которые присутствуют в Узбекистане, они уникальны тем, что любой турист может это потрогать. То есть, вы представляете, да, то есть, у вас никто, ну, есть места, да, которые огорожены, и, в частности, это внутри музея, да, происходит, но рядом вы можете, не знаю, потрогать, сфотографироваться, постоять на том камне, прикоснуться к истории и пытаться прочувствовать, да, как это было раньше. Но, на самом деле, Узбекистан – это не только культурно-историческое наследие, не только города, собственно, не только какая-то история, это люди Узбекистана. Я хочу вам рассказать о них отдельно, потому что настолько открытых, настолько дружелюбных людей я не встречал практически ни в одной стране. Когда, опять-таки, рассказываем о своем опыте, когда мы были в Бухаре, и местные жители просто увидели, что мы из России, спросили, откуда. Мы разговаривали, нас окружило, наверное, человек сто, и мы познакомились с национальным ассамблем из Ферганской долины. И для нас был устроен импровизированный концерт, который собрал полную площадь, и я не знаю, там, наверное, было, по моему мнению, наверное, человек 500. Ну, некуда было сесть. То есть все, да, все иностранцы, все местные жители, гиды, экскурсоводы, мы собрали такой центр внимания, вот, и я был, честно, поражен. Вот, насколько это было непринужденно, открыто и приятно, что до сих пор я это вспоминаю просто с такой вот теплотой. И, как уже Денис спрашивал, прошу прощения в чате, Узбекистан известен в своей национальной, чёрт возьми, кухне. Что я могу сказать? Сразу готовьтесь к претензии от туристов, плюс один размер будет в талии, и любимые джинсы на вас не налезут. От шурпы до думлямин, от, не знаю, по-моему, 180 видов плова до хинкали, санцы, шурпы, фруктов, шашлыка. Это всё присутствует в Узбекистане. И насколько это вкусно, настолько это беспрецедентно дёшево. Сейчас возьму. Я ещё раз, я извиняюсь, позволю себе так сказать, поскольку во мне сам, знаете, когда я рассказываю, во мне начинают выглядеть эмоции, опять-таки, свои впечатления. В ресторане в Ташкенте я потратил, по-моему, ну, я всегда путаю, ну, в районе 350, там, 450, максимум, по-моему, 500 рублей. И я уже не знал, что заказывать. И это в шикарном ресторане. Но всем посетимый Узбекистан я советую заходить в национальные гостевые дома. Пробуйте национальную кухню так, как готовят местные жители. Вкуснее этого никогда вы ничего не попробуете. Узбекистан – это центр гастрономии. Вот по-другому, честно вам, не сказать. И это всё, да, представлено в рамках наших экскурсионных пакетов. Вот, пока давайте от впечатлений перейдём немного к бизнесу. Компания «Ратур», да, в лице, да, ну, как туроператора, да, предлагает широкую линейку туристического продукта от экскурсионно-позновательных туров до гастрономических, паломнических и горнолыжных. Повторюсь, в Узбекистан мы, наверное, не летаем только в жаркие месяцы, да, это середина июня, вот, по конец августа. Поэтому с сентября по июнь мы вас ждём. Вот, и хочу сказать, опять-таки, немного сбегая вперёд, в Узбекистане строится уникальный горнолыжный комплекс «Амерсой», который будет работать и летом, и зимой, поэтому в Узбекистане присутствуют и летние активитис. Этот комплекс будет призван стать действительно горнолыжной звездой страны СНГ, строит его англорская компания. Вот, уже, по-моему, натянуты более восьмиканатных трасс, а сейчас строится вся инфраструктура. Персонал проходит, да, я, на самом деле, слежу за этим всем активно в Фейсбуке, да, выкладываются посты, это очень круто. Весь персонал проходит обучение в Европе, да, создаются экзамены, поэтому я надеюсь, что в этом году, да, максимум в следующем эта звезда заживётся, и вы найдёте, да, на нашем сайте «Аратор Тревел» уже горнолыжные туры в Узбекистане. Кстати, наряду, опять-таки, с данным, да, комплексом присутствует горнолыжка, она там есть, горнолыжные, спорт представлен как херески, да, то есть Узбекистан – это одна из стран, кто делает заброски на гору Пумбель на вертолёте, и этот вид спорта любят фрирайдеры, кстати, со всего мира пользуются популярностью, поэтому, если у вас есть катающиеся профессионалы, то welcome, да, мы поможем, собственно, осуществить их мечту, сделать заброски с вертолёта и классный, собственно, спуск. Да, да, это Чингган, предборья Чинггана, 82 километра, если не ошибаюсь, это столица Ташкента. Вот, ну, я на все вопросы, кстати, коллеги, задавайте вопросы в чатике, вот, но чуть-чуть попозже я на них отвечу, у меня пытаться. И я вам хочу рассказать сейчас о наших сборных гарантированных турах, да, в рамках туризма в Узбекистане компания Аэротур, как генеральный агент узбекских авиалиний, много профильный туроператор. Мы реализуем второй год сборные гарантированные туры в Узбекистан, сердце Средней Азии, с заездом каждый член. Цена фиксирована, включая в себя полный пакет услуг, поэтому никаких доплат, никаких актуализаций, цена окончательная. И в рамках, как я говорил, этих туров мы показываем Самарканд, Бухару, Ташкент, те города, о которых я рассказал выше. И в этом году мы зажигаем, собственно, еще одну звезду, мы показываем город Хива. И как ни странно, да, данный тур, что может не радовать, он продается быстрее, места уже практически закрыты, так что спешите на три заезда. Вот мы убрали, как я говорил, Ташкент, да, потому что все мы живем в современных городах, все мы знаем про современные меглополисы, вот поэтому Самарканд, Бухара и Хива – это полноценное погружение за головой в историю Узбекистана. И перейдем к отельной базе. Я надеюсь, что время у меня еще есть. Вот, отельная база в Узбекистане, она, не знаю, прекрасна, да, как мы видим, что может быть в ожидании у туристов, но что есть на самом деле. Вот. Представьте себе, Ляби Хаус, Бухара, отель Трезвезды. Отель выполнен в национальном стиле, да, я расскажу отели, которые входят в сборную гарантирую, но тоже, чтобы не быть, кстати, не распыляться по всей отельной базе. Ну, а все отели европейского стиля, вот, со всеми вытекающими, собственно, подробностями. Европейская сантехника, современный кондишн, современная мультимедиа, да, в номерах, то есть это телевизоры, вообще телефоны, розетки, USB, все это присутствует. И опять-таки, чтобы не быть голословным, пожалуйста, фотографии. Живая фотография живого номера там, где мы были. Вот, то есть видим, что снаружи, да, мы вроде как в национальном стиле, да, практически, я не знаю, в музее, да, а внутри, пожалуйста, вся современная история, да, холодильник, кондишн, плазмочка, столы и стулья, то есть современная сантехника там вдали виднеется, ключи, магнитка, все это присутствует, да, то есть туристу на любой вкус и цвет мы, собственно, отельную базу подберем. Отель «Рамдрес Хотел Бухара» – это еще один, да, отель в Бухаре. И опять-таки, да, мы видим, что все в нем прекрасно. Внешний вид Востока, внутри прекрасная современная комфортная отделка, то есть кроватки, как и с твин, да, так мы понимаем, что есть полноценный дабл, собственно, есть кровать, уже там трансформеры, поэтому welcome. Наряду с трех-четырехзвездными отелями есть туристы, которые привыкли, да, к высокому уровню комфорта, независимо от направления страны посещения. Пожалуйста, отель «Эдем Хотел Плаза». Современный отель, да, немного Востока в дизайне, но уже мы видим, да, тонированные стеклопакеты, номер, по мне, так комфортнее уже некуда. Да, мы видим, что это такой, не знаю, смесь истории модерна, да, вот такой стиль барокко. Вот, хорошая гостиница, да, ой, гостиница, гостиная, уже заговорился, простите, коллеги, вот, кожаными диванами, столами дублирующие, да, мультимедиателевизоры, вот, все это присутствует в номере. Качество обслуживания во всех отелях, независимо от маленьких бутиковых отелей, гостевых домов до отелей официальной звездности, оно везде прекрасно. Я, честно, еще за два года ни разу я не получил какого-то негативного френдбека по обслуживанию. Поэтому здесь вы можете рекомендовать своим туристам, да, будущим гостям в Узбекистан, то, что они получат высочайший сервис. Отели города Самарканд, да, Сити Самарканд – это наиболее, наверное, популярный отель у туристов. Вот, хорошая ценовая, опять-таки, политика. Видим, что все культурно, везде есть подъезды для автобусов, везде встретят, да, везде проводят, все прекрасно. Никаких регистраций по месту заезда больше нету, коллеги. Это, кстати, упреждаю вопросы. Вот, мы получаем печать, паспорт на паспортном контроле в аэропорту, и больше никаких бумажек в отелях, нигде нас ничего не штанкует, поэтому это уже давно все отпало. Еще один отель – это Арбофотл Самарканд, это четверочка. И вот этот отель, ну, он такой прям, прям супер. Как лучше долететь? Сейчас, Вадим, я отвечу на этот вопрос чуть-чуть попозже. Я расскажу, как и чем долететь, и где это можно приобрести, опять-таки. Вот, я об этом не забуду. Арбофотл Самарканд. Мы видим, да, внутренний дворок в национальном стиле, да, ресепшн. Интересные дизайнерские номера. Вот, поэтому, опять-таки, повторюсь, да, прекрасная отельная база. Арейн-плаза в Ташкент, отель тоже, в котором я был. Вот, внутренний, кстати, вот этот дворик, и там дворик, ресторан, потому что, когда жарко, да, ну, там прекрасная, в Узбекистане, по-моему, прекрасная погода всегда. Вот, и, в частности, питание проходит под открытым небом, да, но есть, кто не любит, допустим, пожариться на солнышке, поэтому есть зона закрытая, везде, собственно, комфортно. Ну, и для всех председательных туристов, опять-таки, в Узбекистане присутствуют уже европейские цепочки отелей, вот, мирно известные, это Хаят Режинси, допустим, тоже Витхам. Ну, о Хаяте, наверное, я не буду рассказывать долго, потому что, ну, Хаят, он известен во всем мире. Опять-таки, высочайший сервис, вот, комфортные номера, поэтому, если в рамках, не знаю, гарантированного тура вам надо, или просто в рамках любого тура вам надо посетить и отдохнуть там в Ташкенте в Хаяте, то, welcome, обращайтесь, мы сделаем без проблем. Это размещение. Самый главный вопрос, наряду как добраться, пока, ну, я его отложу, чем же мы ездим между городами? А ездим мы, друзья и коллеги, комфортными поездами Афросиар и Шак. Афросиар – это испанский поезд. Ближайшее сравнение, наверное, с Апсан, кто был в Испании, такие поезда курсируют из Мадриду в Барселону. 200-300 километров в час, за 2,5 часа мы просто долетаем из Самаркада в Ташкент и не замечаем, да, какого-то дискомфорта в переездах между городами. Эти поезда включены у нас, естественно, в туры, да, мы автобусами наших туристов не трясем. Вот. А если мы, допустим, не бронируем для вас Шарк, ой, извиняюсь, Афросиар, то мы бронируем для вас старый поезд Шарк. Опять-таки, по компоновке вагонов, он один в один практически с Афросиаром, да, это такие вот сабсанцы, сидячие кресла, все комфортно, хорошая рядность, можно потянуть ноги, расслабиться, отдохнуть. Он идет чуть-чуть подольше. Если ошибаюсь, он идет на полтора всего, по-моему, часа дольше, чем Афросиар, поэтому не пугайтесь, да, когда у вас, когда вы уйдете другой поезд, да, на перроне, поэтому все у нас происходит комфортно, быстро, ну, собственно, и недорого. Вот. И, отвечая на вопрос Вадима, я хочу вам рассказать, естественно, о том, чем мы летаем. Компания «Аэротур» является генеральным фотоэзиагентом узбекских авиалиний. Узбекистан, Хауэл, Арина, территория северо-западовооружей, Калининграда. Вот. И комфортными узбекскими авиалиниями мы летаем во все абсолютно города, где присутствует аэропорт. Узбекистан, не знаю, от Ургенча до, естественно, Ташкента. Комфортными, абсолютно, бортами. Узбекские авиалинии представлен хороший, да, воздушный флот, да, от Боингов 757-767 до наших уже любимых, это Боингов, новейшей серии 787 Dreamliner. У нас уже в авиапарке 4 данных борта. И Airbus Neo, да, опять-таки, новейшее семейство Airbus 320-х. У нас таких уже 2 штучки, если не ошибаюсь. Скоро будет пополнение в нашей семье воздушного флота. Поэтому узбекские авиалинии – это одна из самых, наверное, безопасных, да, международных авиакомпаний. Одна из самых комфортных и одна из самых интересных авиакомпаний, потому что у нас самый новый практический флот. То есть самый старый самолет, ну, 9 лет ему, да, вот как на слайде написано. И самое классное, что авиакомпания, да, то есть она динамично развивается. Мы первые, кто привезли как раз Dreamliner. Вот, самолет оставляет после себя шикарное впечатление от полета. Вот, и уровень комфорта на борту, да, мы представляем, как и бизнес, естественно, класс, да, так и экономически, где представлено современное мультимедиа, на борту вам не будет скучно. То есть все фильмы, игры, все, как мы привыкли, да, собственно, летать. Но главное, о чем я опять-таки хочу сказать, что знакомство с национальной кухней начинается на борту самолетов. Такого вкусного питания я, опять-таки, не ел нигде. На вашем, да, перед вашими глазами, welcome – это живой слайд, да, питания на борту. Ну, по-моему, я не видел еще, собственно, авиакомпанию, да, где наше питание не умещается на стол, кресло, самолет. Вот, опять-таки, это Борг Дримлайнер, и Ваня Урбин подтвердит вам, что там просто супер. Вот, коллеги, я потихонечку заканчиваю свою презентацию. Я хочу, я призываю вас сейчас задавать вопросы в чат. Вот, мне и коллеге не горе. Вот, мы с радостью вам ответим на них. И я хочу, да, заканчивая свои слова, заканчивая свою презентацию, сказать вам, где все вы можете найти. На сайте aerotour.travel вы можете найти все туры, собственно, да, связанные с республикой Узбекистан. Позвоните нам по телефону 604-0088, и я отвечу, мои коллеги, на все входящие вопросы. На сайте agent.aero вы можете найти все билеты, абсолютно всю другую точку планеты, включая Узбекистан на Розбекской авиамине. Вот, поэтому, что я вам могу сказать? О чем, кстати, я забыл сказать. Вот, Денис, спасибо, напомнили. Из Москвы у нас в этом году поставлен сборный гарантированный тур в Узбекистан. Поэтому обращайтесь на наш сайт, вы можете легко всю эту информацию найти. Вот, в этом году мы практически охватим, я надеюсь, всю Россию. Вот, поэтому смотрите, продавайте и любите Узбекистан. Да, перелет из Москвы и Санкт-Петербурга практически запоминает, идет, да, практически 4 часа плюс-минус. Из Казани есть просто туры в Узбекистан, гарантов пока нету, но мы с радостью для вас рассчитаем. Из Казани у нас пользуются очень популярностью сухие туры, групповые, да, поломоческие туры, да. Этот продукт есть у нас, кстати. Опять-таки, благодарю вас, да, спасибо большое. Вот, ну, я пока еще с вами и не буду раз с нами. Вот, коллеги, давайте оживляться, я с радостью вам отвечу на все вопросы, мы с радостью что-то еще поскажем. То, что упустили в своих презентациях. Кстати говоря, да, всех приглашаю, я вас приглашаю на туристическую, собственно, на туристическую выставку, которая будет проходить в этом году с 13 ноября по 15 ноября в Ташкент. Это 25-я международная туристическая выставка. Там вы можете познакомиться не только уже с, естественно, с национальной культурной Узбекистан нашими партнерами, но с партнерами из Юго-Восточной Азии, из Европы. Эта туристическая выставка набирает обороты с каждым годом. Я вам могу сказать, что она как бизнес-сегмент очень востребована. В Хиву мы попадаем перелетом авто. Далее из Хивы мы едем в Бухару автобусом. Опять-таки, далее мы уже садимся на наш паровоз и едем уже по основным городам. Билеты в музей. Мы сейчас исключили стоимость тура. Значит, чтобы вы понимали, расход на человека будет порядка 25, наверное, долларов за всю программу. И я вам скажу, почему мы так сделали. Потому что, включая билеты, ранее мы включали их, но получили такой фидбэк, что так как в республике Узбекистан идет высокая динамика развития, вот, и некоторые музеи исключали, исключают, да, прямо вот, когда туристы были на маршруте, исключали стоимость входных билетов, да, на некоторые объекты. Кто-то исключал стоимость за фото- и видеосъемку, и получалось так, что, грубо говоря, мы брали на месте больше, да, чем по факту у нас платил туристам. Поэтому единственное, что не входит в стоимость, это у нас входные билеты по программе. На месте с вами работает, естественно, наш гид. Вот, сейчас. Нет, сейчас между Хивой и Бухарой дорога нормальная абсолютно. Вот, поэтому никакого дискомфорта уже, собственно, нет. Нормальное асфальтное покрытие, там просто автобус действительно там летит, не едет. Вот. Можно, да, можно на поезде, но у нас сборник построен таким образом, что мы просто по расписанию не успеваем. Если не ошибаюсь, автобус, ой, поезд ходит три раза в неделю, вот, поэтому из Хивы мы едем по поездным автобусом. Вот, а далее все-таки, да, далее мы задействуем, естественно, наши поезда. Да, коллеги, я вам сейчас оставлю, спасибо, Вадим, оставлю почту. Вот, в чате я оставлю еще раз наш сайт. Вот, это наш по туризму. Ссылку на соцсети компании, одну секундочку, тоже сделаем. Одну минуточку. Так, держите, Ирина, ссылочку. Спасибо вам огромное, запоминаем тоже, что активно участвует всегда с нами. Да, делаем. У нас на самом деле по программе, я вам, наверное, сейчас сразу в директ скину наши туры. Вот просто ссылочки на сайт, чтобы у вас сразу они были перед глазами. Это ссылочка на сборный гарантированный тур, коллеги, сердце Средней Азии. И вот следующая ссылочка, которую я вам сейчас дам, будет как раз сердце Средней Азии плюс Хила. Держите. Повторю, что коллеги сейчас, так как мы... Фейсбук, Инстаграм. Инстаграм чуть-чуть попозже, Ирина, давайте я вам директ там, может быть, скину, либо через почту. Сейчас Инстаграм я так быстро в случае не найду, но у нас на сайте данная вся история есть. Сейчас я попробую. Так, вот это ссылочка на наш Инстаграм. Вот, в Фейсбуке у нас... Нет, в Вайбер, в Усап у нас каналов нету. Смотрите, я могу, собственно... Вы меня можете найти в Фейсбуке. Вот Андрей Траченков. Вот, как я и есть, я сейчас ссылочку дам. Вот, там я тоже поддерживаю активную такую деятельность, вот, фейсбучную. И в рамках уже личной странички просто-напросто я вам буду показывать и рассказывать, что как есть, отвечать на вопросы, считать туры, бронировать билеты. Все есть. Все мы можем на самом деле. Вот. Что могу вам еще так рассказать, что приходит сразу в голову? Очень много, на самом деле, сейчас работает бизнес-сегмента, да, в Узбекистане. И как вот Негора говорила, очень много проводится фестивалей. От самого, наверное, яркого и незабываемого – это праздника весеннего равноденствия до тех же обычных, ну, да, до праздников, как вот фестиваль Дыни, да. И все мероприятия, на самом деле, они не такие протокольные, как бы, вот, как мы привыкли с вами. А каждое мероприятие в Узбекистане проходит с таким широким, на самом деле, охватом, да, широким жестом. Это и вот их национальные цвета, да, и шелкадрас, и все это, не знаю, с национальными танцами, песнями, с их, да, с дружелюбием, с национальной кухней. И, собственно, у вас это такие мероприятия, какие вот, да, вы могли бы посещать, не знаю, в рамках какого-то бизнес-сегмента, да, превращается в праздник. Вот, ну, условно говоря, так, да, но он в Узбекистане земле. Вот, поэтому очень много сейчас данных мероприятий действительно проходит, они вот, просто, не знаю, там, несколько мероприятий в месяц, круглый год, поэтому welcome в Узбекистан. Вот, это стоит того. По валюте, кстати говоря, для туристов, я вам могу сказать, что, ну, мне привозил доллары без проблем, валюта меняется сейчас во всех обменниках, курс единый по всей стране, да, но он, естественно, вариативен. Вот, сейчас вот Негора сказал, что он, по-моему, 8900, вот, сумма за доллар, чтобы вы понимали отношение валюты, допустим, что, сколько можно потратить. Вот, условно говоря, в ресторане порция двойная порция стоит порядка 17,5 тысяч часов, то есть это в районе, наверное, 120, вот, как раз получается рублей, ну, это, по-моему, очень-очень дешево. Вот, так что проблем с валютным контролем нету, с провозом валюты, опять-таки, нету, до 10 тысяч долларов, если можно что-то провозить. Вот, опять-таки, по всем вопросам, да, каким-то эксклюзивным вы можете обращаться и к Негоре, и ко мне. Вот, Минтуризм Узбекистана, наверное, самый общительный и открытый, но вот комитет по туризму, который я видел и знал, поэтому мы всегда для вас в режиме 24 на 7, коллеги. Ну, наверное, я буду заканчивать, вот, собственно, речь. Еще раз я хочу от всей души поблагодарить вас, поблагодарить Негора, благодарю вас за участие, опять-таки, да, и возможность рассказать о вашей прекрасной стране. Поэтому, коллеги, всем хорошего дня, всем хороших продаж, мы вас любим, вот, обращайтесь, звоните, пишите, мы всегда с вами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.